Сегодня в программе мы поговорим о мифах и заблуждениях в мире медицины. А в гостях у нас Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей квалификационной категории, научный журналист. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Добрый вечер. Начнём мы со статьи, вышедшей в авторитетном британском медицинском журнале совсем недавно. Исследователи пришли к выводу, что медицинская ошибка могла бы быть причиной смертности номер 3 в США после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Алексей Валерьевич, прокомментируйте как-то вот эту статью, и вообще именно вы меня на неё сегодня навели. Ну, здесь главное понимать, что это правильные британские учёные, да, те люди, которые выпускают этот журнал, да. То есть это рецензируемые издания, и в нём попадаются достаточно хорошие, интересные, действительно, заслужащего внимания материалы. Здесь главное что понимать, что учёные постоянно повторяют слова «могло бы» или «могли бы», «если бы». То есть есть множество условий. Понятно, что это не так, что взяли и насчитали эти 250 тысяч, взяли, конечно, гораздо меньшие объёмы, то есть посчитали, сколько в госпиталях смертность, как это связано с медицинскими ошибками, причём в медицинские ошибки они включают всё. То есть, например, неправильная маркировка лекарства, которая в итоге привела к летальному сходу. Это тоже считается медицинской ошибкой. Да, интересная статья. То есть не только диагностические какие-то ошибки врачей, либо отрезание неправильного органа, который как раз по статистике ВОЗ – это один из самых распространённых способов навредить пациенту. Серьёзно? Да, то есть это удалить здоровый орган. И, по большому счёту, то есть они просто поставили проблему, они обратили внимание на то, что, например, даже в Соединённых Штатах в свидетельстве о смерти нет такого чекбокса, что это было связано как-то с медицинскими ошибками. То есть как медики имели какое-то отношение к этому случаю. И именно поэтому очень сложно собирать статистику достоверную, очень сложно анализировать. И это проблема не только, предположим, США, но и всего мира, по большому счёту. У нас та же самая проблема. Наши слушатели сразу подключаются к нам и пишут, а вот как вы оцениваете в России, а какое место такая причина могла бы занимать в России, если бы такая статистика велась? Спрашивает Дмитрий. Мне сложно сказать, потому что, видите, для этого надо хотя бы собрать хоть какие-то данные. А такие данные в лучшем случае ведутся в стационарах. Вот да, кстати, как вот это вообще всё собирается? Ну, что в Соединённых Штатах, что у нас нет централизованной системы сбора такой статистики, насколько я знаю. То есть специально оно не ведётся. Есть, предположим, на том же раздрав надзоре форма, куда можно сообщить о неблагоприятном каком-то эффекте лекарства. Но вот такой же системы о смертности, предположим, связанной с врачами, что-то мне такого не попадалось. Но да, лучше всего это идёт внутри стационаров, потому что, сами понимаете, что главное в работе врача. В ТОП, чтобы пациент умирал от того, чего его лечат. Для стационаров это критично важно. Поймут. Ну, это такой, да, это специфический медицинский юмор. Будем считать, что это медицинский юмор. Так это и есть медицинский юмор, понятно. Но он как бы отражает, сами понимаете, такое с гиперболой, он отражает эту проблему существующую. Это действительно так. Когда патологоанатомический диагноз сильно отличается от клинического, это очень плохо. Потому что если пациента лечили, предположим, у него была прободная язва, высокая, а его лечили от инфаркта. Ну, действительно, иногда можно перепутать. И особенно, когда он поступает по скорой и так далее. Ему льют гепарин, естественно, у него открывается мощнейшее внутреннее кровотечение, он уходит. Кто виноват? Виноваты врачи, да, в данном случае, да, и так далее. То есть вот этих случаев, к сожалению, они бывают. Алексей, и это врачебная ошибка? Ну, в данном случае это, скажем так, то, что входит в остеомериканское понятие. То есть мы давайте все-таки будем как бы сравнивать сравнимые вещи. Потому что у нас, например, вообще нет определения в законодательстве, что такое врачебная ошибка. У нас есть халатность, у нас есть прочее, то, что входит в уголовный кодекс, а вот это понятие добросовестного заблуждения, да, то оно такое неофициальное, полуофициальное. Хотя все понимают, о чем мы говорим. Да, это добросовестное заблуждение врача. То есть когда он не что-то там специально пытался навредить, а, ну, извините, так получилось. Я хочу напомнить для наших слушателей, что свои вопросы можно присылать на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram по такому же номеру, или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или в Twitter «Говорит МСК». А еще можно нам позвонить по номеру 7373-94-8 по 495-му коду. А у нас сегодня в гостях популяризатор медицины, доктор, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Валерьевич Водовозов. Да, пожалуйста. У нас есть вопрос с сайта. Пользователь, слушатель написал о том, что явление ядрогении стало известно еще в книге. Если я правильно сейчас, да, прочитаю... Можно просто сказать, что Иван Ильич... Да, Иван Ильич. Да, я читал. Очень хорошая книга. В этом смысле вот что именно... Она освещает проблему вот эту, да, поднимает. Но на самом деле, если мы начнем так копать в историю, то давайте уж возвращаться к нашим авторам, да. Давайте, да. Николай Иванович Пирогов, основатель военно-полевой хирургии, вообще замечательный организатор и все остальное, да. То есть выдающийся медик. Еще в 1837 году, когда были им выпущены аналоги хирургического отделения клиники Дерптского императорского университета, вот в предисловии он, в частности, упоминал в том числе и о важности работы с ошибками. Вот я прочитаю, чтобы не переврать Николая Ивановича. Я считаю, священной обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки, их последствия для предостережения и назидания другим еще менее опытным от подобных заблуждений. Хотелось бы. Справедливо очень. Да, то есть это вещь нужная. Нужная. То есть никто, в общем-то, не спорит, что вещь-то нужная. Другой вопрос, что какие из этого будут делаться выводы? Одно дело, если, так сказать, будут приходить сильно разозленные родственники пациента вооруженные, что бывает уже, то есть вот это линчевание и все остальное. И другое дело, если это будут выявляться какие-то системные ошибки, правильно, то есть это же не только конкретный врач мог в данном случае быть виноватым, уже такие случаи неоднократно были. Да, если врач виновен, извините, он должен нести ответственность без вопросов. Но если он не виновен, значит, он должен быть защищен со всех сторон, в том числе и от посягаемых, строительства разозленных пациентов, вернее, родственников пациентов. Хорошо. У нас будут наверняка приходить и конкретные вопросы, пользуясь тем, что вы у нас доктор в гостях. Вот один из наших слушателей спрашивает, ноотропы, какие самые эффективные? Может быть, вот видите, прям совсем конкретный вопрос. Ну, я думаю, что мы не будем так конкретно отвечать, потому что про ноотропы лучше расскажется, предположим, либо невропатолог, либо нейрофизиолог. А если так по большому счету говорить, то это препараты с недоказанной эффективностью. То, что говорится, да, то есть имеется очень малое количество, очень маленькая доказательная база под ними и настолько маленькая, что в тех же Соединённых Штатах их FDA вывело в ранг биодобавок. То есть когда-то они были лекарствами. То есть в Соединённых Штатах ноотропы относятся к... Да, их теперь выкинули в... лишили санолекарств, как Плутона нас лишили санопланеты, вот то же самое произошло с ноотропами, только в медицине. Вот видите, аккуратно и логично мы переходим к одной из наших самых любимых тем, теме добавок, биологически активных добавок. Вот мы уже знаем, вот у нас прошлая была программа, как раз посвящённая производству лекарств, и там часто возникал вопрос и о биологически активных добавках, и о других классах препаратов. Ну вот, кстати, вот конкретный вопрос из прошлой программы. Врач назначил пациенту конкретный препарат. Может ли пациент попробовать самостоятельно найти аналог с тем же действующим веществом и купить его без дополнительных консультаций с врачом? Мы пообещали, что мы зададим этот вопрос доктору. Вот мы его сегодня задаём. Отвечаю, нет. Никакой самодеятельности в этом смысле быть не должно. Я объясню, почему. Дело в том, что дженерики – это, конечно, хорошая вещь. Дженерики – это вот те самые аналоги. Воспроизведённые препараты. Да, это препараты с тем же действующим веществом. То есть вот кто-то некогда изобрёл молекулу, которая замечательно работает, действительно доказанно помогает при каком-то заболевании. У неё есть срок патентной защиты. Предположим, лет 12 в Соединённых Штатах и до 20-25 может быть у нас. После того, как срок патентной защиты истёк, его могут производить все кто угодно. Она выкладывает в свободный доступ, и, пожалуйста, её можно производить. Но тут есть как бы масса подводных камней. Тут же главное, чтобы вот этот дженерик, оригинал, он соответствовал как минимум, вернее, не как минимум, он должен соответствовать всем трем эквивалентностям. Первое, да, это биологическая эквивалентность. То есть, что это означает? Что и оригинал, и дженерик должны давать одинаковую концентрацию действующего вещества в крови. Это как бы логично. И на это проверяются все дженерики, в том числе те, которые есть на рынке в нашей стране. А вот две другие практически не проверяются. Фармацевтическое. Это означает что? Что дженерик должен соответствовать оригиналу полностью, включая красители, материалы обладки и так далее и тому подобное. И это действительно важно, потому что на этом можно сэкономить. И при этом, если, например, у нас кислотоустойчивая оболочка, а мы применим какое-то другое покрытие, которое будет растворяться в желудке, то, соответственно, это очень сильно скажется на самом лекарстве. Сами понимаете. Ну и так далее. То есть есть вот эта масса, скажем, масса дополнительных веществ, которые могут влиять на действие этого лекарства. И третья эквивалентность это терапевтическая, которая почти никогда не проверяется. То есть вот это оригинальное лекарство и дженерик должны абсолютно одинаково действовать при каком-то заболевании. Предположим, одно дело, что достигается одинаковая концентрация. Второй вопрос. Как выглядит этот пик? Например, если нормальное лекарство дает что-то похожее на нормальное распределение, то есть такой подъем плавный и плавное же опускание. Это одно. А если, например, дженерик дает такой быстрый пик и потом спад. Скажем, растворимость оболочки другая. Например. Материал оболочки. То есть тут есть масса всяких тонкостей. И получается так, что если мы будем исследовать, как положено этот дженерик, если мы будем делать по требованиям GMP, то есть всем требованиям к производству этого препарата, если мы будем проводить нужные клинические исследования, то он будет процентов на 10-20 максимум дешевле. Не будет такого, что он будет на 80, на 90 или там на 95 процентов дешевле. Алексей, скажите, а вот эти две дополнительные эквивалентности, они не проверяются только в России, а как в других странах? И в других странах тоже, судя по тем скандалам, которые прогремели в прошлом году, например, это делается далеко не везде. То есть главное, оно как бы определено, вот эта первая эквивалентность, она должна быть везде, она определена как бы на уровне нормативной документации. А вот с двумя другими уже посложнее. А я поясню, мы сейчас затронули вкратце тему. В прошлом году был знаменитый скандал, когда более 700 дженериков отозвали от производства после не очень квалифицированных медицинских исследований, которые были проведены в Индии. Да. Слушайте, нам, у нас есть звонки, может быть, ответим? Давайте попробуем. Только наушники надо надеть. Алло, добрый вечер, представьте, пожалуйста. Добрый вечер, Алексей, врач. Алексей, здрасте. Не кажется ли вам, что любое, вот, так сказать, обозначение дженериков, как лекарств подобных оригиналу, это мифологизация этих препаратов? Потому что дженерики ни в одной стране мира не проверяются ни по Б, ни по Д стадион доказательной медицины. Спасибо. Спасибо. Да. Ну вот именно сейчас об этом я и рассказывал. То есть о том, что не проверяется терапевтическая эквивалентность практически нигде в стране. Но это действительно аналоги, и аналоги они в том смысле, что это та же молекула, вот, и она как минимум появляется в той же концентрации в крови. Другой вопрос, что она ещё должна бы, хорошо бы, если она при этом и пик был соответствующий, и выведение, период полувведения был такой же, и прочие, так сказать, параметры совпадали с параметрами оригинала. К сожалению, такое встречается очень редко. А вот нам бы интересно всё-таки, с чем это связано. Ведь действительно, что значит действующее вещество одно? Это вот мы на упаковке одного и другого вещества видим одинаковое действующее, ну, в смысле, две дела разных препаратов. Ну, то есть, другими словами, производитель сдал молекулу. Да. А вот что он дальше с ней делал? Какие он добавки туда делал? Да? Как выглядела сама таблетка? Что именно? Какие там технологические процессы производились? Ну, не будешь же он это сдавать? Естественно, нет. То есть, он выдаёт просто формулу. А как с ней поступать, это уже дело производителей дженериков. Некоторые действительно поступают по полной программе, то есть, и, так сказать, и производство соответствует всем требованиям и так далее. Но, как я уже сказал, это удешевляет производство процентов на 20 максимум. Алексей, а сама методика производства? Если это какая-то сложная молекула, мы, как химики, наверное, должны понимать... Ну, то есть, синтез, да? Да, некоторые виды, ну, разные вообще способы синтеза. Вот как здесь. Тут вопрос, конечно, большой. Но, по большому счёту, насколько я знаю, что вот эта технологическая цепочка, она тоже входит в патент. И тоже должна совпадать. Да, и тоже должна совпадать. Но вопрос в том, что можно сэкономить на других составляющих. Да, то, что мы называли. То есть, одно дело, что мы сделаем нормальную молекулу, это один вопрос. Но, чтобы она ещё нормально работала, к ней бы неплохо и остальные компоненты соответствующие добавить. Да, хорошо, о дженериках поговорили. Теперь так называемые БАДы. Излюбленная тема. В России это называется биологически активная добавка. Но, может быть, поясните, какое вообще ваше отношение для наших слушателей, и как обстоит дело с биологически активными добавками в других странах? Они же ведь как-то по-другому называются. Ну да, так называют только у нас, к сожалению. Там называют либо средства парафармацевтики, либо диетические добавки, пищевые добавки и так далее. То есть, никаких слов о биологической активности не приходилось встречать ни в одном языке пока. Как к простому человеку относиться? Вот на одном написано не является лекарственным средством, а на другом написано то, что мы обычно читаем. Значит, здесь всё просто. Это еда. И относиться к этому надо как к еде. По большому счёту, это даже прописано в нормативных документах. То есть, если почитать определение законодательства, это получается, что композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. А как же так получается, что это прописывают врачи, это советуют сарафанное радио? А это уже вопрос к ним, и к рекламе. И реклама особенно нам говорит. Вы же понимаете, что поскольку это пища, то конкурировать с морковкой и сосисками как-то не очень хочется. Вы сами понимаете, что, во-первых, там масса производителей, а во-вторых, выбор побольше. А здесь лучше, если мимикрировать именно под лекарства. То есть, они выглядят как лекарства, такие же упаковки, и конвалюты, и те же капсулы, таблетки и так далее. То есть, идёт полная мимикрия под лекарства. Зачем? Ну, чтобы, во-первых, оставаться в аптечном сегменте, а не вылететь в супермаркеты. Это первое, да. И второе, чтобы это можно было преподносить именно как какое-то профилактическое средство. Но мы, естественно, не говорим о том, что они вредны или полезны. Они как раз могут быть... А вы знаете, вот это большой вопрос, потому что здесь сразу упирается в контроль качества. Потому что одно дело, если это контролируется как положено, но если судить по новостям и из Соединённых Штатов, и из Австралии, и из Германии, и из России, с этим большая проблема во всём мире. То есть, я вот неоднократно приводил уже пример, как в Соединённых Штатах похудательные БАДы добавляли совершенно страшные вещества с точки зрения того, что токсиколога или врача обычного, да, начиная с пургена, ну, или фенолфтелиина, который давно запрещен. Да, химики знают фенолфтелин, а врачи знают, как пурген Я поэтому два и произношу, да. То есть, мало того, что он запрещен, как доказанный канцероген, вот, так его ещё кладут в дозах, которые могут быть выше терапевтических. Вот, и так далее. То есть, таких случаев было много. Чего только не обнаруживали. И противовоспалительные средства, и гормональные средства. И все, и... То есть, чтобы биодобавка работала, в неё просто делают такие присадки. И это выясняется, как вы сами понимаете, что контроль биодобавок, что в Соединённых Штатах, что в нашей стране, он выборочный. То есть, нет такого, что вот оно прям постоянно, как лекарство, да, постмаркетинговые исследования, что за ними постоянно наблюдают и так далее. Здесь они прошли быстренько, нет в них токсинов и радионуклидов, и ладно, пусть идут дальше. Ну, вот один из наших слушателей, 92-й, пишет, что многие лекарства, такой комментарий, может быть, у вас будет что прокомментировать. Многие лекарства регистрируют как БАД, потому что проще сертификация. Это понятно, что проще сертификация, но лекарства как БАД регистрировать не могут по законодательству. Потому что если вот те компоненты, которые содержатся в биодобавке, оказывают выраженное влияние на организм, они уже не умещаются в определении БАД, который есть в законной. И поэтому, так сказать, это такой распространённый миф. Я знаю буквально два или три средства, которые из БАД потом превратились в лекарственные средства, и то это было фитопрепараты. Это были фитопрепараты. Я вот знаю одно, например. Ну, вот я знаю три. За всё время, что я наблюдаю за этим процессом, это примерно за 13 лет. Это тоже всё небыстрый, конечно, процесс. Переходим. Раз мы говорим про фармацевтику, тоже вопрос от нашего слушателя Дмитрия. Алексей, что вы скажете по поводу российской фармакологии в целом? Ведь многие считают, что мы не можем обеспечить наш народ даже пенициллином. Такой вот. Вы знаете, это очень сложный вопрос. Мы умудрились быстренько угрохать всё производство фармсубстанции в нашей стране. Вот. И поэтому говорить о российской фармакологии достаточно сложно в том плане, что у нас такого производства полного цикла практически нет. Вот иммунобиология у нас ещё более-менее держится. Вот эти ребята молодцы, те, кто делают иммунопрепараты, они ещё как-то держатся на плаву. И действительно, иногда попадаются очень хорошие разработки. Вот та же знаменитая вакцина энцефалитная, Чумаковская, например. Ну, лучше, пока ещё никто не создал. По крайней мере, для нашей страны. Здорово. Потому что есть, скажем, ещё швейцарская разработка. Но она как-то так не очень у неё получается иммуноответ на неё. А вот Чумаковская, скажем, вакцина, ну, замечательная. Есть многие вещи, в том числе, которые наши умудряются делать. Моноклональные антитела, например, тоже у нас делают. И очень-очень много действительно иммунопрепаратов, ну, к счастью, и не успели уничтожить это производство. И оно сейчас очень хорошо развивается. А вот с теми же фармсубстанциями всё очень грустно, на самом деле. Мы в основном завозим. Ну да, вот мы в прошлой программе как раз об этом тоже говорили, но, может быть, как-то так чётко не сформулировали. Но это известно и химикам, известно, так сказать, коллегам из фармацевтической отрасли, что субстанции, то есть действующие вещества, очень многие по экономическим соображениям закупаются в других странах. И, в общем-то, поэтому в России производится вот комплексно полный цикл. Я как раз и спрашивал у гостя в прошлый раз, вот есть ли полный цикл. Но он сказал, ну, тут надо рассматривать всё такое полный цикл. Почти нет. Да, вот. Кстати, ваш коллега Алексей, который, судя по всему, нам звонил, он помогает нам сегодня в программе, пишет практически, ну, очень похожие вещи, то, что вы говорите. А вот одна вот тоже реплика. Врачи в рецептуре БАДы не прописывают, но советуют их по рекомендациям фирм-производителей. В России контроля нет, как и во всём мире. Коррупция. Вы знаете, прописывают. Приходилось встречаться с тем, что биодобавки прописывают. Да, бывает такое, к сожалению. Поэтому надо очень хорошо смотреть, что конкретно вам выписали. Это можно проверить по реестру лекарственных средств. Например, есть на сайте Минздрава, есть реестр лекарственных средств. И все лекарственные средства, которые обращаются в Российской Федерации, там есть. Если их там нет, извините, это не лекарство. Ну что, можно затронуть либо ещё один вопрос? Ну вот есть, да, вот тоже любопытный вопрос такой, слушатель 92-й. Как легально провести, привезти лекарства из-за границы? Есть такое, да. Это надо почитать таможенное законодательство. Сейчас очень многие лекарства, в том числе даже не зарегистрированные, для личного пользования можно провозить. Сейчас рассматривается законодательное облегчение этого процесса. То есть, особенно если это касается каких-то орфанных заболеваний, то есть редких. То есть тех состояний, которые тяжело лечить в нашей стране. Это могут быть в том числе антибиотики, я знаю, что их привозили неоднократно. То есть, то, что касается личного пользования, в этом больших проблем, по крайней мере, не наблюдалось. Понятно. В общем-то, надо изучить просто материал. Посмотреть, да. Таможенное законодательство. Хорошо. Ещё одна излюбленная тема. Мы её, правда, уже обсуждали в одной из наших программ, когда была эпидемия гриппа. Вот, значит, тема называется гомеопатия. Как вы относитесь к гомеопатии? Да, ваше отношение к гомеопатии. Неплохо бы было, чтобы дали определение, вот кто-нибудь. Дайте определение. Вот это у меня любимый вопрос. Дайте определение. А это так хорошо. Если вам там сейчас скажут, что это такой препарат, где действующего вещества не очень много, то здесь можно сказать, что оно и бесполезно. Да, то есть это вопрос не просто так. Потому что нет общего определения даже, что такое гомеопатическое лекарственное средство. Это форма регистрации, да. Это форма регистрации просто, скажем так, такая же упрощённая, как биодобавка. Единственное, почему-то успели в 90-х годах это провернуть, что это как бы оно относится к классу лекарственных средств. Но не только в 90-х, судя по всему. Нет, это было в 90-х проведено. А ещё в других, я имею в виду, в других-то странах тоже? Ну, в нашей стране это было в 90-х. Там даже есть конкретные документы, на которые можно посмотреть, как это выглядит. О применении гомеопатического метода в Российской Федерации есть такой очень интересный документ Минздрава. Как раз если его почитать, там немножко волосы бы встают. Алексей, а можно вот по поводу примера обсудить с вами информацию? Я лично сама читала статью в интернете, где было сказано, что при лечении одной пациентки, у которой вот обнаружили, я не знаю, как правильно, наверное, саркоидоз, да, лёгких, то есть некоторые патологические такие изменения в лёгких, в общем, ничего не помогало, придумывали разные схемы терапии, и в итоге отказалась пациентка от полностью, да, госпитализации в стационар, и пошла, соответственно, к нетрадиционному такому подходу, ей выписали гомеопатическое средство, после которого в течение полутора месяцев было зафиксировано, и вот как бы опубликована была информация, что исчезли вот эти изменения. Вы как относитесь к такому? То есть это индивидуальная какая-то реакция? Ну, во-первых, это нужно посмотреть, то есть надо почитать, где это было опубликовано. Есть информация. Потому что, то есть это был медицинский журнал, рецензируемый. Я правильно понимаю? Вот сейчас под рукой, да, нету, но... Потому что, понимаете, во-первых, можно сказать что угодно. Это первое. И второе после этого не значит вследствие этого, да, знаете, такое древнеримское изречение. И по большому счету это да. То есть надо доказать причинно-следственную связь. Потому что есть несколько вариантов, когда такое могло произойти. Вот и нужно сначала их отмести, и только после этого можем сказать, что это могло быть... Вызвано гомеопатическим. Вызвано, да, гомеопатическим. А потом неплохо бы это еще и подтвердить. Вторым случаем, да? В других исследованиях. Даже не вторым, а там десятками. Изучить это лекарство. Представляете, как оно действует. Может быть, туда что-то подсыпали. Да, вот Вера не просто так, наверное, задала этот вопрос. Потому что это мнение очень часто можно услышать от людей, что вот, дескать, официальная медицина отвернулась, а вот какие-то препараты те или иные... Ну, вот не препараты даже, а гомеопатические какие-то средства или биологически активные добавки очень сильно помогли. Мне кажется, во второй части программы мы можем этой темы коснуться. А пока у нас перерыв на новости. 20 часов 30 минут. Добрый вечер. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. Меня зовут Андрей Бычков. И я автор ведущей этой программы. Сегодня со мной программу ведёт научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет ещё раз. Привет ещё раз. А сегодня в программе мы говорим о мифах и заблуждениях в мире медицины. В гостях у нас Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей квалификационной категории, научный журналист, популяризатор медицины. Здравствуйте ещё раз, Алексей Валерьевич. Ещё раз здравствуйте, да. Так, ну какие у нас темы... Я так думаю, что можем продолжить немножечко рассказать, почему помогла гомеопатия или нормальная медицина в прошлом сюжете, когда мы говорили, что человек с ракеидозом излечился. Да, смотрите, есть несколько вариантов. Во-первых, это заболевание такое достаточно большое, крупное, системное. Даже если оно существует, описаны случаи саморазрешения. Вот, слушайте, вы сегодня с вашим и тёзкой, и коллегой прям одними словами говорите. Да, совершенно. Алексей пишет... Я прям боюсь, это моя какая-нибудь альтер-рега. Пишут, поверьте, с ракеидоз, как и ряд других заболеваний, без выясненного первоисточника, может самоизлечиваться. Отсюда имеют право эффект гомеопатии. Да. Не только гомеопатии, в принципе, всего, чем лечили, любого, да. По большому счёту, у нас организм всегда всё равно, в любом случае, пытается и стремится вернуться к среднему. Вот, и вот этот эффект, он иногда приписывается как раз любому альтернативному лечению, независимо от того, какое оно применяется, да. То есть, что ещё возможно? Ошибка в диагнозе, например. Это очень часто такое случается с онкологией. Когда человек приходит, ему, предположим, делают рентген, делают какие-то... предположим, смотрят кровь, определяют какие-то показатели и говорят, ну, у вас онкология. Он после этого сильно расстраивается, уходит в лес к травникам, там длительное время у них какое-то лечится, потом возвращается, а его, оказывается, уже ищут, чтобы сообщить о том, что, извините, мы ошиблись. К сожалению, такое есть. У нас далеко не всегда медицина может поставить точный диагноз. Но вовремя не находят его, а он уже и здоров. Да, и самое интересное, что это как раз и запоминается. То есть, не запоминаются те случаи, когда дельфины отталкивали пловцов в открытое море, да, а запоминаются те, которые подталкивали... Остальные молчат, они ничего сказать не могут. Да, это уже вопрос научной методологии, он очень часто бывает. И когда мы обсуждаем и генетическую модификацию, и различные тоже использования... Да, то есть, это как бы общие закономерности. Да, здесь надо, конечно, качественно, чётко взять, посчитать, там, поставить эксперименты. Только в таком случае мы можем говорить, что определённо вот это так, а это не так. А я хочу напомнить для наших слушателей, наши номера, значит, вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 на Телеграм по такому же номеру, через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир» или в Твиттер «Говорит МСК». Ещё нам можно дозвониться по телефону 7373-94-8 по 495-му коду. У нас сегодня в гостях врач Алексей Водовозов, популяризатор медицины, поэтому вот говорим мы сегодня о медицине. Так, вопросы. Шаманы с бубнами ещё лучше помогут. Это, наверное, какие-то юмористические. Ну вот, раз мы немножко про такую вот сегодня не совсем традиционную медицину говорим, есть такой термин, который мы иногда слышим, как защелачивание или закисление организма в крови. Да, вот, можете как-то прокомментировать? Это часто можно услышать в каких-то, может быть, бытовых разговорах, и много людей пытаются это даже как-то лечить. Вот прокомментируйте. Вы знаете, у него очень древняя история на самом деле. Ну как древняя? Относительно, конечно, древняя, но уже почти век. То есть это истекает из идеи, из борьбы двух идей, мономорфизм и плеоморфизм. То есть как у нас виды? Либо они существуют внутри себя, либо одни могут переходить в другие. Ну мы уже знаем, что виды существуют в неизменённом виде. Они изменялись только, так сказать, в процессе эволюции, но превращаться один в другой они не могут. А гипотеза плеоморфизма, в частности, которой придерживался и Гюнтер Эндерляйн, она говорила о том, что, например, бактерии в кислой среде могут переходить в грибки. И вот грибки, точнее два из них, это мукор, мукоромнозус, если точнее, и второй, это аспергилюс негер. А в каком веке жил этот замечательный исследователь? В начале XX века. Не так давно. Да, то есть совсем-совсем-совсем, буквально вот только что, если по историческим меркам. Сейчас же есть секвенирование ДНК. Само собой, само собой. Но вы смотрите, то есть эта идея была отвергнута в конце. Но не может бактерия превращаться в грибки. И тем более, что вот эти два грибка, они были ответственными за развитие практически всей патологии, которая есть в нашем организме от туберкулёза до рака. Эта теория была опровергнута. Но как у нас получается? У нас всегда так получается, что в альтернативной медицине складируется то, что не вошло в нормальную медицину. Иначе бы она стала, как вы говорите, в одном из... Это не я, это Тим Ленчин говорит. А, ну вот, значит. Что иначе она бы стала просто медициной, частью медицины. Здесь это вот течёт оттуда. И для того, чтобы бактерии не превращались в грибки в нашем организме, нужно не допускать закисления нашей крови. Для этого нужно ощелачиваться, например, препаратами кораллового кальция. Как вариант. Да? Ну, мало кого интересует, например, ну, достаточно возьмите, почитайте о том, что такое pH крови. О том, какая это константа, то есть в каких пределах она держится. Вообще есть такое понятие гомеостаз. Это понятно, да. Это понятно. Но самые такие смещения... Можно почитать, какие зарегистрированы максимальные смещения в сторону. Это первое. И второе, что через рот, то есть перорально, нельзя скорректировать вот эту вот pH крови никак, потому что там мощнейшие буферные системы. Если мы боремся, скажем, в той же реанимации, да, с метаболическим ацидозом у человека больного, реально больного, да, то есть с такими мощнейшими сдвигами, он лежит пластом, вокруг него бегает реанимационная бригада, и ему постоянно льют, предположим, там, гидрокарбонат или еще что-нибудь в этом роде. То есть это внутривенно инфузионная и очень массивная терапия, в том числе и не только именно со стороны ощелачивания, да, но и с коррекцией всех остальных нарушений. А если человек ходит, ему замечательно, он бегает, прыгает, да, у него хватает сил на то, чтобы ездить куда-нибудь за какими-нибудь чудесными травами и всем остальным, ну, извините, тут никого ощелачивания не требуется. Алексей, а вот мы с Андреем посмотрели, открыли. Написано, что в нашем организме постоянно поддерживается кислотно-щелачной баланс на одном уровне, в очень узком диапазоне от 7,26 до 7,45, да? Да, да. То есть, ну, это где-то, да, от 7 до 8. Да, очень маленький разброс. Давайте еще, алло, добрый вечер, поговорим с нашими слушателями. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот сейчас говорят Аквалайф. А что это такое? Хороший, это очиститель воздуха. Он дает как живую, так и мертвую воду. О, отлично. Это от многих болезней. Вот как вы думаете, поможет он мне? У меня гипотериоз, вены болят и окклюзия сосудов, артерии, нижних коней. Ну, мы сейчас вообще в целом дадим комментарии. Спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, не существует ни живой, ни мертвой воды, да, иначе бы не было бы проблем у сильных мира сего, и тот же Стив Джобс был бы до сих пор жив. Это как бы первый ответ. И второе, ну, опять же, приписывать воде какие-то универсальные свойства, это, мягко говоря, неправильно, да, потому что мы знаем, что она может содержать и массу примесей, и отличаться по характеристикам в зависимости от того, что в неё добавляют, через что она проходит. Достаточно вспомнить, что, например, век назад, что век назад была чрезвычайно популярна радиоактивная вода, продавались специальные приборы, которые наводили радиацию, так сказать, на воду, то есть она выходила оттуда с определённой радиационной нагрузкой. Ну, в принципе, сейчас в санаторе. И самое интересное, что вот это надзорные органы, да, тот же FDA и так далее, он накладывал санкции за то, что радиации было недостаточно. Как интересно. Да. Но это, правда, не FDA, это, скорее всего, CDC тогда ещё был, и FDA попозже организовали. Но всё равно, то есть было, каждый раз появляются какие-то новые веяния, да, то есть вот была на пике моде радиация, лечили всё радиоактивной водой. Была на пике моды, предположим, какие-то информационные технологии, лечили заряженной водой. Потом вода с изменённым окислительным-восстановительным потенциалом, такое тоже приходилось встречать. Вода структурированная, вода ещё там какая-то. Вот мне понравилось, кстати, из одного из ваших выступлений, посвящённых гомеопатии, такой аргумент. А кто... Хорошо, вот мы записали нечто, то есть какая-то вода приобрела некую память. Ну, допустим, мы допустили такой факт. Кто стирает память воды? И как вообще определить, что записалось то, что мы хотели туда записать? Именно. Потому что вокруг нас существует столько много разных источников. И носителей информации, источников информации, совершенно верно. Вот действительно. Поля различные, электромагнитные, да, то есть настоящие. Да, да. Регистрируемые, невыдуманные. И, наверное, значит, для наших слушателей мы должны пояснить, ну, не знаю, как, может быть, представители других наук, но вот химическая точка зрения такова, что живой и мёртвой воды не существует. Да. То есть дело не в том, что вы должны нам поверить. Нет, ни в коем случае. Вы нам не верьте. Лучше, конечно, обратиться к первоисточникам, к учебникам, в том числе, или к научным статьям. Но для подтверждения существования того или иного явления должны быть поставлены некие эксперименты. Да. А вода вполне, вот вода в разных формах, бывает твёрдая, то есть лёд, бывает жидкая, она может переходить под действием температуры. В разные состояния. Да, а вот чтобы были поставлены серии экспериментов, которые бы подтвердили, что вода переходит из мёртвой в живую или из живой в мёртвую, нет, таких экспериментов нет. Поэтому мы не можем говорить в этих терминах. Нет, ну их показывают по телевизору, да, но воспроизвести их почему-то не получается. Да, вот может быть... Ну, это очень мифический, да, какие-то эксперименты по записи. Посмотрите историю Жака Бенвиниста и памяти воды. Очень хорошо, очень подробненько всё расписано, что там происходило. Вот немножко более такой спокойный вопрос про воду от одного из наших слушателей. Ваше отношение к ионизаторам воды? А это как раз эко-лайф, про который, по-моему, говорил наш слушатель. Ну, это всё из той же оперы. Первый вопрос, зачем это нужно? Вот, и второй вопрос, где можно почитать об эффектах. То есть мы не считаем брошюры и сайты, да, нам бы желательно посмотреть какие-нибудь хотя бы научные публикации. Потому что, что самое интересное, что наука и та же медицина, она никогда... Вот иногда говорят, да, что, а, там, ваша медицина, ничего она не берёт, да, она там зашоренная, она ещё там какая-то, закрыта для всего нового. Ничего подобного. Как раз медики открыты для этого, ради бога, пожалуйста. И даже вот, насколько я знаю, очень долго, я не знаю, сейчас существует или нет, в РОНС именно имени Блохина, то есть в онкоцентре, была специальная лаборатория, которая этим занималась. То есть она приглашала любых людей, они говорили, мы готовы исследовать, приходите, мы исследуем. Если это работает, ради бога, патент ваш, так сказать, всё остальное, мы не возражаем, главное, чтобы это помогало людям. Замечательные есть сотрудники в РОНС имени Блохина. Я не знаю, сейчас есть такое или нет, но несколько лет назад точно было. Знаю некоторые замечательные ребята. Хорошо, сразу несколько звонков, я попрошу вас снова надеть наушники. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, это Сергей Строгинов. Я так думаю, что самая хорошая вода собрала в себя всю историю здоровья, добра, теплоты. Это в хорошем вине и в пиве. Какой у нас... Не смешно это, не смешно это. Да, мы не будем смеяться. Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Да, мы, может быть, с вами согласимся. У нас альтернативное. Нет, я просто сразу вспомнил, губит людей не пиво, да, губит людей вода. Может быть, какой-то комментарий есть у нашего гостя по поводу? Нет, в данном случае я комментировать не буду, потому что получится пропаганда какая-нибудь. А, да, действительно, может быть, по закону. Ну, хорошо, добрый вечер, мы ещё один звоночек примем. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена, и, вы знаете, мне вспомнился разговор ещё в студенческие годы с одним музыкантом. Он был на губе рано от прикосновения с железом инструмента. И он мне говорил, что именно вот когда появился вот этот термин «живая и мёртвая вода», он мазал мёртвую воду, и рано это заживало. Поэтому я удивлена, что вы как бы... Вот у меня человек, который мне вот именно сказал... Ну, просто это была какая-то частная беседа. Он говорит, представляешь, вот как-то они отличаются. Ему это помогло. У нас как это пошло. Елена, спасибо даже за вас в комментариях. Тема «живая и мёртвая воды» оживила. Ну, смотрите, здесь неплохо было бы спросить, а как можно доказать, что это зажило именно от этой воды, а не самостоятельно? Это вообще вопрос не только про «живую и мёртвую воду». Да, это вообще вопрос про всё. Это вопрос про очень много... Да вообще, с точки зрения исследователя, наверное, стоило бы спросить, а как получал этот замечательный человек вот эту воду? Нет, ну, по большому счёту, чтобы точно на это ответить, да, нужно было его клонировать, да, и одного клона лечить живой водой или там мёртвой водой, а за вторым оставить его в качестве контроля и просто смотреть, как у него будет заживать самостоятельно. Да, с точки зрения науки, конечно, всё очень правильно. Да, это идеальная ситуация, но тема осложняется, видимо, работа с живыми системами, с человеком, что... Именно, именно. Но мы не можем без вот таких веских оснований говорить, что это помогает. Да, да, безусловно. Тем более, что лекарства, их ругают, у них есть побочные действия, но они изучены вдоль и поперёк. Что самое интересное, да. То есть лекарства требуют, чтобы они были проверены от и до вдоль и поперёк, но при этом они химия. А вот всё, что это на самом деле химия, да, то есть те же растения, например, то есть это конгломераты из тысяч, там, тысяч веществ, которые никогда не изучались вместе, как они действуют вместе, правильно? Никогда никем. Тем не менее, это считается почему-то натуральным и обязательно действующим. Давайте тогда уже всё проверять. Да. Вот одно интересное высказывание от Алексея есть, но я его, может быть, в конце зачитаю, оно такое очень философское от вашего коллеги. А пока примем... Ну вот, хорошо. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как к вам можно обращаться? Анна. Анна. Давайте ваш вопрос к доктору, я надеюсь. А я всё продолжаю, тем молодым. Давайте. Хорошо, ладно. Вот вопрос всё-таки про ионизированную воду, как-то до конца непонятен был ответ. Как я поняла, есть вот эти приборы, которые разделяют на кислотную щелочную, её же там называют мёртвая-живая. Так. Вот. И что такая идея, что живая вода, вот и щелочная, соответственно, её пить полезно, она там... Ну вот, да, смотрите... Такие окислы там, ну и прочее. Ну, понятно, антиоксиданты вполне возможны. Хорошо, вот сейчас нам Алексей ответит, а может быть, ещё и мы как химики... Да, сначала я скажу, а потом химики добавляю. Давайте. Давайте так, сделайте простейший опыт. Купите индикаторные полоски. Да, то есть они продаются практически везде, и даже в аптеках можно найти. Вы имеете в виду, которые кислотность меряют. Да, совершенно верно. Которые измеряют PH. Ну, ещё называется лакмусовая бумажка. Ну, или так, да, неважно. То есть самое главное, вы попробуйте измерить кислотность исходной воды, а потом той, которая прошла через ионизатор. Отдельно щелочной, отдельно кислотной. Вот если у них действительно PH сместится значимо на несколько единиц, ну, тогда можно будет о чём-то поговорить. Бумажек поменять цвет. Потом, да, в отдельной специальной программе. Но, скорее всего, эти колебания будут в пределах статистической погрешности. Да, хорошо. Всё-таки зачитаю тогда высказывание Алексея, вашего коллеги. Два даже высказывания. Первая реплика. Гомеопатия – миф, дающий больному надежду. Можно ли это осуждать в наше сложное время? И второе высказывание. А как быть с эффектом плацебо? Если человек верит в гомеопатию и в ионизированную воду, может быть, дать ему шанс? Вы понимаете, это вопрос очень сложный. Потому что одно дело, когда действительно человек понимает, то есть в каких пределах это может работать, и совсем другое дело, когда этим, например, лечат у ребёнка пневмонию. Это вполне конкретный случай, например, с пневмонией. Приходилось сталкиваться с тем, что гомеопатические средства от ожогов есть, и ими лечат детей. Да. Опять же. А мы сегодня, наверное, по-моему, не говорили о том, что представляют собой гомеопатические средства. А гомеопатические средства… Потому что нет такой особой. Да, это там, где… Ну да, мы как раз хотели дать определение. А его нет по большому. Его нет. Но гомеопатическое средство от ожогов – это средство от ожогов, где действующее вещество, которое должно лечить от ожога, разбавлено эдак в миллиард раз. В миллионы, в миллиарды раз. И при этом оно само должно в большой концентрации наносить ожог. Скорее всего, там что-то другое помогает. Вот, то есть… Да нет, надо… То есть, еще раз говорю, это вопрос упирается сразу в то, что кто это будет различать. Вы понимаете, на бытовом уровне, просто если мы воспринимаем его как панацею, независимо от того, что там работает, в том числе и эффект самовнушения, то здесь получается, что мы допускаем нанесение достаточно большого косвенного вреда. То есть прямого вряд ли будет. Ну да, там есть единичные случаи буквально, когда в гомеопатических средствах были какие-то примеси, скажем, там пенициллин попадал или еще что-то в этом роде, но это было случайно, и у человека могла возникнуть аллергия. Да, такой анафилактический шок на мир развиться и так далее. Но в большинстве случаев вред будет именно вот этот косвенный. То есть когда человек будет до последнего, до последнего это будет лечить с гомеопатией, будет в нее верить и так далее, а потом он придет к врачу и скажет, ну что, доктор, спасай меня теперь. И будет виноват врач. Будет очевидная медицинская ошибка. Может быть, будет уже поздно. Алексей. Сейчас, одну секундочку, может быть, последний звонок и последние реплики. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. А, ну, может быть, звонок уже сорвался. Ну, значит, тогда, Вера, твой вопрос. Один наш слушатель написал, продолжая тему воды, вредна ли вода от обратного осмоса. Вы, как врач, можете порекомментировать? Или это что-то тоже у нас из области? Ну, это просто способ очистки воды. Ну, как вариант, да? Вредна или полезна? Не вредна. Не вредна, это можно сказать точно. Ну, а что в ней такого? А вот если терапевтический эффект, наверное, это тоже в сторону... Ну, там спрашиваются про вред. Да. Не вредна, ответили. Не вредна. Супер. Хорошо. Так, попробуем все-таки второй раз принять звоночек. Я за вас дозваниваюсь, Алексей Врач. Здравствуйте. Да, Алексей, мы с вами сегодня уже говорили. Здрасте. Добрый вечер, знаете, хочу дезвуировать немножко гомеопатию в этом плане. Гомеопатия не отрицает традиционную медицину. Это, наоборот, традиционная медицина отрицает гомеопатию. Вот. В отношении пневмонии любой острохирургической патологии ни один гомеопат никогда не возьмет на себя ответственность лечить не пневмонию, не дай бог, какую-то острохирургическую патологию какими-то препаратами гомеофтического ряда. Ну, это ответственный гомеопат. Да, к сожалению, практика показывает, что бывают вот такие, которые... Ну, вы знаете, я практикующий врач, и не один год, с 83-го года я практикую, и у меня много знакомых гомеопатов, вы знаете, но я не встречал в практике гомеопатов официальных. А у нас аптеки гомеопатические, гомеопаты, они официально лицензированы, они не возьмут на себя ответственность лечить у ребенка пневмонию с какими-то гомеопатическими... Хорошо, Алексей, спасибо вам за участие. К сожалению, приходилось писать такие новости неоднократно, и не только по нашей стране. Спасибо Алексею, нашему гостю. Сегодня в гостях был Алексей Водовозов, врач, терапевт, научный журналист. Мы сегодня говорили о медицинских мифах и заблуждениях. Это была программа «Ученый свет». Всем до свидания. До свидания.